Продажа и покупка имущества – такие сделки хотя бы раз в жизни совершает каждый человек. Однако не редки ситуации, в которых речь идет не о целой квартире или земельном участке, а лишь об их части, например, когда бывшие супруги делят имущество, и один из них хочет продать свою долю третьим лицам. С нового года при совершении подобных и некоторых других сделок будет обязательным нотариальное удостоверение договора купли-продажи. В первую очередь это сделки по продаже доли в праве общей собственности по стороннему лицу. Сделки по продаже земельных долей, сделки по распоряжению имуществом, которое находится у несовершеннолетних, у лиц, ограниченных в дееспособности, находящихся под опекой. Также соглашение о разделе общего имущества между супругами наживатого в период брака. По словам Ирины Мироновой, именно такие случаи являются самыми сложными, а новое законодательство призвано сделать процедуру покупки-продажи или раздела общего имущества безопаснее. При этом физические лица имеют ряд преимуществ. Теперь они освобождаются от необходимости делать выписки из единого реестра прав на недвижимость и из государственного кадастра недвижимости. Нотариус должен сам подготовить все документы для сделки, то есть запросить соответствующие сведения из единого государственного реестра прав, из государственного кадастра недвижимости. При продаже доли вправе получить нотариально удостоверенное согласие, точнее отказ от преимущественного права покупки других сособственников данного имущества. Вся ответственность теперь ложится на нотариуса, а так как управление Росреестра больше не проводит правовую экспертизу таких сделок, то сроки государственной регистрации прав на недвижимое имущество сокращаются с 10 до 3 дней. Отметим, что услуги нотариусов никогда не были бесплатными. Выше обозначенные сделки по купли-продаже доли и разделе имущества не исключение. Конечная сумма будет зависеть от того, насколько крупная операция с недвижимостью планируется. В качестве примера, если гражданин захочет продать принадлежащую ему 1-2 доли вправе на квартиру, сумма сделки будет 1,5 млн. рублей, нотариусу он должен будет отдать 10 тысяч за нотариальное удостоверение подобного рода договора. Это только нотариальное удостоверение, плюс еще, соответственно, оплатить государственную пошлину, необходимую для государственной регистрации прав.